Друзья, если вы заметили, сейчас мы все больше и больше записываем различных историй иммиграции на наш YouTube-канал, как на наш официальный YouTube-канал, так и канал наших партнеров компании «Второй Паспорт». И делаем мы это для того, чтобы вы могли максимально проникнуться историями тех людей, которые уже прошли этот путь, чтобы вы в этих историях нашли какие-то ответы на свои вопросы. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на наш канал, а также пишите в комментариях вопросы и темы, которые вам интересны, и какие бы интервью вы хотели видеть бы в будущем. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня у нас гостя Харкижан, она находится здесь со мной вместе в Польше, в Варшаве, и приехала она из Казахстана. Сегодня она расскажет свою историю, почему она выбрала именно эту страну из всех возможных вариантов в Европе. Харкижан, привет! Расскажи, пожалуйста, с какого ты города и какой способ легализации в Европе был для тебя предпочтительным? Всем привет! Меня зовут Харкижан, я из Казахстана, из города Алматы. Уже второй год проживаю здесь, в Польше, очень нравится и планирую дальше оставаться. Приехала я сюда на основании поступления в университет, поступала я на очень креативную специальность, которая есть только в трёх университетах во всей Европе. Соответственно, мой выбор пал именно на Польшу. И уже когда я сюда прилетела, когда я уже обосновалась, я поняла, насколько всё-таки Польша уникальная страна, и как же выгодно здесь оставаться, жить и работать. Окей, супер! А давай немножечко поговорим о том, как ты вообще выбрала свой университет, то есть как ты начала его искать? То есть ты просто самостоятельно как-то гуглила в интернете или обращалась к помощи каких-то посредников? Или каким способом? Скажу честно, что я никогда не рассматривала Европу для поступления в университет, потому что я искала больше... Нет, просто вот тогда. Но я на регулярной основе в Казахстане у себя в городе посещала образовательные выставки, которые проводились буквально раз в два-три месяца, круглый год. На одной из выставки я увидела польский университет, к которому я подошла, потому что мне очень понравилось их предложение, которое они предлагали. И они мне объяснили про грантовую систему, о том, что можно поступить на грант, можно учиться бесплатно, получать стипендию и при этом по окончании получить европейский диплом. Я заполнила заявку, прошла отбор и, соответственно, я получила полный грант от Европейского Союза, который покрывает мое обучение в Польше. Супер! А скажи, пожалуйста, какие критерии необходимы для того, чтобы получить этот грант? То есть, что было в этой заявке, какими критериями ты обладала и обладаешь, чтобы поступить на бесплатное обучение? Так как я поступала на творческую специальность, мне нужно было предъявить портфолио. Портфолио, из чего состоит это портфолио? Из того, какое портфолио вам нужно делать, указывает сам университет. В моем университете было указано, что я должна показать свое критическое мышление, свою креативность, показать, умею ли я владеть компьютерными навыками, потому что я поступала на разработчика компьютерных игр. Окей, скажи, пожалуйста, на каком языке проходит обучение? Обучение полностью ведется на английском языке. При поступлении также нужно предъявить языковой тест. На какое количество баллов? И по IELTS, или TOEFL? На самом деле в европейских университетах есть две опции. Предъявление языкового международного экзамена IELTS или TOEFL, или же сдать собственный тест в университете. Я сдавала и так, и так. И требуемый уровень, как правило, от интермедиат и выше. Окей, то есть в принципе, как бы, окей, что было еще? Расскажи, пожалуйста, вот в этом тесте, да, для того, чтобы тебе выйти на грант. То есть мы поняли, что это требование английского языка, то есть как бы портфолио творческое. Еще какими критериями должен соответствовать кандидат? Конкретно в моем кейсе для того, чтобы получить грант от Европейского Союза, нужно показать себя как личность. То есть показать, на что ты способен и что вообще, как ты будешь использовать в будущем, это свой европейский диплом. У меня был большой опыт в международном волонтерстве от ООН, который я проходила в Казахстане, также в Польше. Я написала грамотное мотивационное письмо, которому я уделила большое количество времени. На английском языке, правильно? На английском языке, а также нужно обязательно пройти скайп-интервью, где главные цели нужно будет показать свою мотивацию, подтвердить владение своего иностранного языка и рассказать о своих будущих планах. Окей, здорово. А что ты можешь буквально так пару слов рассказать о том, что ты говорил на этом интервью, как ты смогла доказать, что вот ты достойна получить грант от этого университета, остаться в Европе? Что ты говорила? Для того, чтобы показать, что вы идеальный кандидат, который достоин получения бесплатного европейского образования, нужно показать, что вы еще и способны. Поэтому я объяснила, я рассказала, что я с 15 лет уже работаю и зарабатываю деньги. Соответственно, после выпуска из университета я обязательно смогу найти работу. Также я показала, что у меня есть волонтерский опыт, соответственно, я умею и могу работать бесплатно за опыт. Это больше показывает меня как личность, как человека, что я воспринимаю все знания и применяю их на практике. Здорово. На самом деле, я даже не знала таких нюансов. Мне казалось, что поступление в университет, это, как правило, документооборот, такая процедура состоит из бумажек, которые ты подаешь в университет, они дают тебе зачисления, ты делаешь визы. Оказывается, на самом деле, здесь есть прямое общение, то есть то, что ты сказала, даже как по скайпу. Да, но это потому, что я поступала в частный университет, соответственно, у них другие правила, чем у государственного. Но если бы я вам советовала, какое университет выбирать, это все, конечно, зависит от специальности, но я больше плюс увидела именно в частном университете. Окей, хорошо. То есть основные критерии – это мотивационное письмо, наличие теста, наличие искового теста и потом, то есть наличие портфолио. Наличие портфолио, если специальность креативная. Также у меня были рекомендательные письма от моих преподавателей со среднего образования. И самый главный пункт – это, конечно, показать себя на интервью, потому что и среди кандидатов, именно когда вас видят через камеру, когда с вами разговаривают, тогда уже принимают решение, брать вас или нет. На самом деле, я представляю, как ты вообще переживала, как ты нервничала. Да, ты английский хорошо владеешь, да? То есть спокойно смогла пройти это интервью, как бы не было каких-то запиток и нервозности? До того, как я прилетела в Польшу, мой английский был даже ниже среднего уровня. У меня были горящие глаза, у меня была мотивация именно поступить на бюджет, но после того, как я прилетела уже в Польшу, тогда мой английский просто взлетел. Окей, ну то есть это получается за счет того, что занятия тут английским, потому что здесь на улицах особо мало англоговорящих, ну разве что только туристы. Да, и в университете одногруппники из каких только стран, со всего мира, и когда с ними общаешься, тогда уже и происходит эта именно практика. Окей, здорово, хорошо, с этим мы определились, такие три основных критерия, а что происходит дальше? То есть, а как ты поняла, что тебя как бы приняли? Тебе сразу сказали на интервью или тебе нужно было ждать ответа? После интервью никогда не говорят точного ответа, потому что им нужно сначала сверить все документы, проверить, принять общее решение, потому что это делает не один человек. После прохождения скайп-интервью я получила на почту, на имейл два письма приглашения на английском и на польском языке, которые я могла уже предъявить на подачу к визе и подтверждать все о том, что я студент. Супер, вообще, я представляю нам твои эмоции, когда ты получила вот это приглашение от университета. Окей, что было дальше? Соответственно, дальше необходимо было оформить визу. Ты оформляла самостоятельно или кто-то тебе помогал? Я поступала, оформляла, прилетала абсолютно самостоятельно. И на самом деле я делала все в очень экстренных, нет, в очень... Ускоренных, может быть. В очень рекордных сроках. Окей, хорошо. А, что потребовалось? Что к твоему пакету документов входило, да? То есть мы говорим о приглашении от университета, да, то, что они тебя принимают, но также посольство требует, как правило, там, наличие денежных средств на содержание, да, плюс наличие там жилья, где ты будешь проживать, да. То есть какие документы ты еще предоставляла? В то время, когда я поступала из Казахстана на визу, это было два года назад, тогда виза делалась три дня, сейчас это уже 30 дней. И я собирала документы очень-очень быстро. Основные, это, конечно, заполнить нужно анкету, нужно зарегистрироваться на официальном сайте. Мой совет – это регистрироваться на компьютере, потому что если это вы будете делать на телефоне, как это в основном все и пытаются в первый раз, то вы не сможете эту анкету скачать. Соответственно, она потеряется, и ваша запись тоже потеряется. Окей, что еще помимо анкеты ты прикладывала? Помимо визовой анкеты нужно обязательно предъявить еще паспорт, две фотографии, медицинская страховка. Еще мой такой совет в том, что когда вы будете оформлять медицинскую страховку у себя в стране по приезду в Польшу, потребуется еще и польская шенген-страховка. Такая вот маленькая заметочка вам. После этого нужно финансово доказать о том, что вы сможете себя обеспечить по приезду в стране. Если же ваш спонсор является ваш родитель, ваша комитет родня, то вы должны нотариально заверить о том, что этот человек является для вас кем-то родным. Окей, хорошо. То есть это как бы может быть выписка с банка, да? То есть сколько примерно денежных средств ты показала, ну, показала справку? Сколько у тебя было на счету, ну, скажем, примерно в долларах, да, для того, чтобы вот, ну, консул увидел, что все в порядке? Ежегодно эта информация, она может меняться, потому что уровень жизни в Польше в Европе постоянно меняется, и, соответственно, нужно предъявить ту сумму, на которой вы планируете количество дней проживать. Если вы предъявите очень маленькую сумму, то вам выдадут визу на 3 месяца, на полгода. Если большую, то, возможно, на год. Окей, хорошо. Но, в принципе, здесь все понятно, то есть тебе визу открыли сразу, да, и по приезду, что было по приезду, да? То есть ты получила вид на жительство или ты стала жить по визе? Как оно прошло? После того, как я получила визу, на следующий день я уже вылетела. А относительно жилья у тебя было куда лететь или ты по приезду уже забронировала? Я бронировала свое жилье по приезду, потому что я не знала, как мне отправлять деньги из Казахстана в Польшу, поэтому я вам советую поступать так же по приезду, уже оформлять себе жилье. А в консульстве обычно уже запрашивают какой-то документ, подтверждающий твое место пребывания по приезду, что ты предоставляешь? Для студентов этого не запрашивают, но можно запросить сам университет. В завершении нашего разговора, вот скажи, пожалуйста, вообще, что бы ты рекомендовала будущим студентам, которые хотели бы приехать в Польшу, пройти аналогичный путь? Я хочу заметить, что всем, кто хочет попытаться переехать в Европу в качестве студента, не обязательно претендовать на гранты. То есть, в принципе, если у вас есть возможность оплачивать у вас или у ваших родителей, оплачивать ваше обучение, то вы можете выбрать этот путь. Также вы можете воспользоваться не только обучением в университетах, также вы можете воспользоваться, например, обучением на языковых курсах. Например, если вы хотите поступить в университет на польском языке, то, соответственно, вы можете взять себе предварительный подготовительный год по польскому языку. Потому что если мы говорим про бюджетные университеты, ну, точнее, про платные, да, то есть, если вы будете самостоятельно себя финансировать, то, как правило, на английском языке он идет на порядок дороже, нежели чем на польском, да, на национальном языке. Поэтому будет также выгодно приехать сюда в страну, подучить польский язык, с учетом того, что он очень похож на русский, как бы каких-то сложностей не возникнет, и уже по окончании языкового курса вы сможете поступить в университет на польском языке. После того, как я прилетела в Польшу, я очень много путешествовала, я общалась с разными людьми, с разными студентами из разных стран Европы, и везде я увидела плюсы, большие перспективные плюсы проживания и обучения здесь, в Польше. В Польше намного проще получить европейский вид на жительство. По окончанию польского университета у вас есть возможность получить визу выпускника. Это дает вам право искать себе работу на протяжении одного года и находиться абсолютно легально в Польше. Также во время обучения, во время университета вы сможете легально работать, подрабатывать, строить свою карьеру, пополнять свое резюме и набираться международного опыта. Соответственно, для студентов также в Польше доступны по стоимости жилье, питание, транспорт и путешествия. Да, на самом деле это очень здорово, потому что Польша, она вообще территориально находится в таком месте, что как бы, ну, можно, вот я очень часто езжу, например, в Германию, то есть я могу это делать, сесть на поезд, утром я сажусь, вечером я уже в Германии, да, там на автобусе также, то есть, ну, как будто ты находишься прямо в центре Европы, да, и, соответственно, все очень близко, все очень удобно, поэтому очень многие выбирают эту страну как для какого-то старта своей будущей карьеры. Окей, давай еще напоследок какие-нибудь лайфхаки, советы и будем прощаться. Конкретно хочу вам сказать по поводу получения визы. Очень много людей совершают большую ошибку при подаче на визу. Студенты обычно это делают примерно в сентябре, в августе, за месяц до того, как улететь, но это ошибочно, потому что если вы получаете отказ, то вам нужно еще ждать две недели и потом еще месяц для того, чтобы вам одобрили визу. Поэтому всегда все делайте заранее по возможности. Перед тем, как поступать в университет, всегда смотрите на количество иностранных студентов, потому что чем больше иностранцев, чем больше международной, чем шире международная среда, тем еще больше перспектив и навыков для улучшения английского языка. Поэтому выбирайте Польшу. Вам здесь очень понравится. Окей, и если у вас возникают какие-то вопросы, пишите комментарии под этим видео, также подписывайтесь на наш YouTube канал, ставьте лайки. И если интересует какое-то сопровождение, если вы не готовы пройти такой путь, который прошла Эрки Жан, она делала все самостоятельно, да, и это доступно и возможно, но если по какой-то причине, может быть, экономия времени, или вы хотите иметь под своим плечом какую-то поддержку, вы можете оставить заявку на нашем сайте, который будет указан на нашем экране, и наши специалисты обязательно свяжутся с вами и проконсультируют по всем интересующим вопросам. Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока. Спасибо.